здравствуйте дорогие друзья и все интересующиеся миром криптовалюты сегодня у нас ролик на тему основные ошибки при дропхантинге то есть что нужно делать и чего категорически делать нельзя когда вы хотите получить дроп какие основные ошибки люди допускают в этом процессе и потом получается что их скажем так вся активность которую они делают проходит впустую то есть мы тратим газ тратим время а потом наши кошельки срезаются это видео я разделил на три основные части это первое это грубые ошибки которые но точно нельзя делать второе это мои рекомендации то что думаю я да то есть это не истина в последней инстанции возможно я не прав в чем-то но это вот мой взгляд того что я уже делал с того опыта который у меня есть так он как это все происходит и третья часть это ну непосредственно я бы хотел немножко осветить метрики да то есть что важно что менее важно и так далее какие будут ошибки в плане метрик у нас давайте не будем долго затягивать вступление и сразу начнем ошибки грубые ошибки в дропах что это такое самая первая самая грубая ошибка при том когда вы делаете какой-то дроп это попасться на мошенничество это не связать кошельки и не еще что то нет это именно попасться на мошенничество потому что мошенничество просто куча мне пишут очень часто мои подписчики с такими вопросами на действительности странными да то есть мне кажется странными а люди попадаются на это ну и люди не глупые люди умные но просто так как эта тема для них новая они не знают что там происходит и они попадаются на очень серьезный скан то есть допустим токен олео он еще не вышел на у нас что-то с нет идет я еще буквально в эту пятницу рассказывал на том что третья фаза тест на это вот у меня там видео где подборки делаю всех этих активностей а человек уже три месяца назад купил токен aleo понимаете он купил токи на лил и пишет ничто мне с ним делать вот я уже купил его я сначала не понял что знаешь как то как то купил дет его купить потом оказывается на pancake свапе люди делают эти токены вообще которые наса мне к кому aleo не имеет никакого отношения продают их люди покупают естественно что обратно не уже продать ничего не могут потому что это ну это скан токен вообще не имеющий отношение кого к Aleo поэтому очень-очень аккуратный будьте пожалуйста на особенно на сети Binance Smart Chain. Там токены делаются просто за секунду и скам токенов там просто куча. Если, ну, весь интернет говорит о том, что мы делаем какой-то тест с нетом, делаем какой-то ретро-дроп, активность, чтобы получить дроп, и вдруг вам предлагают уже купить что-то, ну, надо быть 10 раз осторожным с этим, да, то есть смотрите внимательно. Не переходите по всяким левым ссылкам. Это тоже очень важно. Никогда не переходите по ссылкам, которые вам дает там поисковик какой-нибудь там Google, Яндекс, кто угодно, а только через уже проверенные сервисы. То есть вот нужно вам зайти на какой-то DeFi протокол, значит, у вас уже в закладках должна быть DeFi Lama, вы вбиваете там этот протокол и оттуда переходите на DeFi протокол. Никак не по-другому, никак не в поиске, потому что там попадаются фишинговые ссылки. То есть, ну, и вообще надо быть очень внимательным и осторожным, потому что интернет, а особенно Web3, это у нас анонимное пространство, и там всякого скама, всякой ерунды, ну, просто очень много, и мошенничеств тоже очень-очень много, поэтому будьте с этим осторожны. Прежде чем что-то купить, занести куда-то деньги и так далее, несколько раз подумайте, посмотрите, как это происходит, особенно если вы новичок. Не стесняйтесь, чатов сейчас, кстати, в той же телеге, там мой чат, да много тысяч, чатов других, где я часто тоже пишу, говорю, вот вопрос, который я не знаю, я просто говорю, ребят, а подскажите, что вот это такое? Ну, практически всегда отвечают, кстати, отдельные вещи. То есть вступите в какие-то чаты обязательно, там, в мой хотите, хотите не в мой, хотите там, в других каких-то инфлюенсеров. Тут самое важное, если человек показывает свое лицо, да, на ютубе, то есть вот я веду свой канал, я показываю свое лицо, я второй раз уже не смогу, если я сделаю что-то нехорошее, да, продать свое лицо. Соответственно, если человек с лицом выступает на ютубе, то ему как бы доверят все-таки у меня лично больше. И в таких телеграм-каналах можно находить как раз интересные, ну, там, ответы на все эти вопросы, вряд ли вас там, ну, будут скамить, так как это может быть в анонимной среде, но тоже будьте осторожны. Смотрите, кто вам ответил в чате. Там бывают чаты, да, там по несколько тысяч человек, и внутри этих людей тоже есть там люди, которые сбрасывают их фишинговые ссылки и все-все-все. Поэтому самая главная ошибка – это у нас попасться на мошенничество. Вторая самая, да, такая вот принципиальная ошибка, ну, которую, по-моему, уже, наверное, никто не делает, но если вы недавно в теме дропов, то, возможно, вы об этом не знаете. Это связывать кошельки. И что такое связывать кошельки? Вот у вас, допустим, 10 кошельков. Вы хотите по ним сделать по каждому оборотам, не знаю, 10 тысяч долларов. У вас есть только 1000 долларов. Вы загоняете 1000 долларов с биржи на один кошелек и обмениваете, 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 и чтобы получилось у вас 10 тысяч. Как только вы это сделали, вам нужно перебросить на другой кошелек. И вы с этого кошелька бросаете их на второй кошелек. Все. Эта транзакция видна в блокчейне, и эти кошельки связаны. Дропа вы уже, скорее всего, не увидите. То есть это категорически нельзя так делать. Как делать нужно? Вы должны с первого кошелька забросить свои деньги на биржу, а потом с биржи вывести на второй. И тут вторая проблема. Кошелек, с которого биржа отправляет на наши кошельки деньги, он может быть один или их несколько, вот с ним проблем нет, потому что с него уходят деньги на тысячи разных метамасков и других кошельков. Поэтому его блокировать никто не будет. Но вот когда вы пополняете свой адрес, то к вашему аккаунту на бирже привязан конкретно именно ваш кошелек, который биржа вам выдает, куда вы отправляете токены, чтобы пополнить свой баланс. Если вы с нескольких разных кошельков будете кидать на один адрес вот этот вот, это опять же свяжет ваши кошельки. Поэтому на бирже, допустим, такой как OKX, по-моему, еще на нескольких биржах есть, но я лично OKX пользуюсь, есть возможность создания субаккаунта. И в каждом субаккаунте вы можете сделать до 20 кошельков на пополнение. То есть берете, делаете себе табличку, что у меня кошелек номер один, это вот такой-то кошелек на бирже для пополнения. Вот кошелек номер два, это такой кошелек. И с кошелька вы бросаете только на тот кошелек биржи, который именно к этому кошельку привязан. То есть не делайте так, что вы со второго кошелька то на один адрес, то на второй, то на третий, а с первого тоже то на один, то на второй, то на третий пополнили биржу. У вас так получится, что вы опять все свои кошельки свяжете. Вот этого делать категорически нельзя. Это самая-самая такая, ну, самая база, да. И третья ошибка, которая, ну, вот я считаю, такая основная грубая ошибка, может быть, она и не такая грубая, но вот на мой взгляд, это очень важно. Это не ранжировать проекты у себя в голове. То есть вот ты смотришь, да, этот поток информации на тебя идет, там, здесь NFT-шка, здесь там свап, здесь тебе поинты начислят, здесь тебе какие-то там токены дадут, здесь футболку, здесь кепку. Ну, я уже утрирую, да, ну, смысл. И человек начинает просто без остановки что-то делать все это бесконечно, у него там не хватает времени и так далее. В итоге он 95% своего времени делает какие-то бесполезные, ненужные проекты, которые еще, возможно, и окажутся скамом, а на нужные, хорошие проекты оставляет, ну, там, 5% или 3% своего времени, потому что, ну, их не так много, да, и они не так сильно о себе кричат, как кричат всякие вот странные вещи. Поэтому обязательно, прежде чем что-то делать, возьмите там блокнот, сядьте, откройте, напишите, вот проекты, которые вы делаете, ага. А что вот это за проект? Сколько у него фондов там? Зашли, посмотрели, ага, что вот это? Кто там вообще? Сколько у него человек в Дискорде? Так, проранжируйте, все, я хочу делать вот это, вот это, вот это, а вот это вот я делать не буду. То есть надо сразу себе отсечь, какие проекты вы делать не будете. И это большинство проектов должно быть, которые вы не будете делать, потому что большинство проектов это, ну, это фикция. Поэтому обязательно важное ранжирование проектов. Кстати, допустим, по Layer 2 я делал отдельный ролик, ссылка сейчас появится в углу, где я разобрал все Layer 2, которые на тот момент были, да, там не было скролла еще в Майонете на тот момент. Но тем не менее, скролл, я считаю, кстати, что делать надо. Ну, мне кажется, это очень хороший проект. Так, вот, посмотрите этот ролик, и там можете, ну, зачерпите какую-то информацию, да, ну, по крайней мере, если я там не разобрал ваш проект, который вам интересен, то вы, по крайней мере, поймете, ну, типа, как я смотрю, на что я смотрю, на какие метрики, и почему можно, ну, там, это делать, а это не надо делать, да, допустим, вот скажем так. Перейдем ко второй части. Рекомендации, да, рекомендации, то есть то, что я вынес из своего опыта, вот для себя, и хочу, ну, и готов поделиться с вами, то есть, но это не стопроцентная вот информация, что вот так надо делать, да. Первое, это у нас IP и снимок браузера, да, снимок компьютера. То есть, когда вы заходите на какой-то сайт, сайт всегда видит, с какого компьютера вы зашли, ну, потому что ему нужно выдать картинку определенного разрешения формата под ваш монитор, да, под вашу видеокарту и так далее, так далее, поэтому он имеет доступ ко всем этим данным. Не говоря уже о данных об IP. До последнего времени, в принципе, все дропы раздавались без учета того, что с одного IP люди делали, да, то есть они в метамаске прям открывали, делали, делали, делали тысячу кошельков и на них получали там дроп того же арбитра. Да, вполне это возможно. Первые какие-то потуги такие были у Аптеса. Он, если я не ошибаюсь, после 20 минтов этой NFT-шки, за которую давали дроп, дроп, если уже больше 20, тогда он срезал, и уже больше нельзя было получать аирдроп на этот IP-адрес. Но, понимаете, когда у нас индустрия только зарождается, там, ну, объективно, давайте так, мало людей, мало активности, мало пользователей. Но с каждым днем все больше, 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 при том, что у нас количество именно людей, вот, живых, да, которые заходят в эту тему, оно сильно не растет. Ну, вот, крипту сейчас не заходят, да, я это вижу там и по активности моего канала, по активности общения с людьми, а вот те, кто уже здесь, они эти аккаунты делают очень мощно. У каждого, там, если год назад там было 100 аккаунтов, то сейчас там уже, блин, чуть ли не по тысяче аккаунтов у людей есть. И вот с этим проекты будут бороться. Поэтому IP и снимок браузера, снимок компьютера, будет одной из основных, я считаю, одной из основных тем для сблевания. Как это можно сделать? Потому что если вы работаете через Волчейни, да, то есть делаете какой-то свап, то проект не видит ваш IP, его видит только, ну, RPC, да, это такая прокладка между вами и проектом. Вопрос в другом, что, а почему RPC, в общем-то, не могут, ну, передать проекту те же данные? Особенно вот у нас в ZK Sync'е долгое время был вообще всего один RPC. И сказать мне, что он не связан с проектом, ну, блин, это странно. То есть у вас все транзакции идут через один RPC, и этот RPC прекрасно видит IP-шники всех, кто что делает. Ну, вот есть ли вероятность, что это RPC передаст ZK Sync'у IP-шники для сбрива Сибил? Да, вполне есть. Да, допустим, в каком-нибудь арбитруме у нас там 20 этих RPC, и понятно, что это, ну, не рабочий вариант. Второй вариант, как это может происходить? Допустим, вам говорят, да, все, дроп готов, идите забирайте ваш билет на раздачу дропа. Билет, естественно, в форме NFT. Вы заходите на сайт, забираете NFT-шку, все, сайт видит вашу IP. Без этого вы, типа, не сможете получить, скажем так, дроп, вот, и поэтому, ну, то есть вам придется по-любому туда заходить и в IP свой полить. Поэтому что здесь делать? Я думаю, что уже сейчас будет не ошибка и не глупая, да, это сделать свой антидетект браузер, сделать прокси себе купить. Ну, у меня там это выходит, ну, небольшая реально сумма в месяц, чтобы потом просто кусать себе локти за то, что тебя за это отбрели. У меня, я пока еще не снимал видеоролик о том, как ставить антидетект браузер, как ставить прокси. Если, кстати, это интересно, напишите в комментариях под этим видео, я обязательно сниму, покажу, какие есть антидетект браузеры и так далее. То есть это такие программы, которые специально подменяют внешний вид вашего браузера, чтобы сайт не знал, с какого компьютера, с какого браузера вы заходите. И также апрокси меняют ваш IP-адрес. В общем-то, я считаю, что сейчас это must-have. Вот, честно, кто говорит, что это не так, ну, да, вы знаете, ребят, раньше как бы было вот так. Да, можно было так. Можно ли так будет в будущем? Возможно, еще пару раз прокатим. Дальше, не знаю, не факт, не думаю, что это будет работать. Соответственно, отсюда я обязательно настоятельно рекомендую вам к каждому вашему кошельку сделать, Дискорд и Твиттер хотя бы, то есть вот эти два, две соцсети, потому что через них вы много активности делаете. Получение каких-то левых NFT-шек, получение каких-то там ОАТов на Galaxy и так далее, оно само по себе не так важно, да. Самое главное, это другой там объем и количество транзакций. Но это будет показывать, что у вас вроде как живой кошелек, что вы не по проторенным дорожкам, не по софту, да, там делаете одни и те же транзакции. То есть это немножко разнообразит вашу активность в блокчейне, и, соответственно, ну, это будет для вас дополнительный плюс. Вот по поводу паспортов, да, там типа Galaxy, Gitcoin, там пины на этом, на гильдии. Вот тут, конечно, вопрос. Если бы был один какой-то сервис, да, который у нас это бы делал, тогда вопросов нет. Да, это классно, хорошо, все. Ну, и тогда этим бы пользоваться. Ну, так как у нас есть Galaxy паспорт, есть там Gitcoin паспорт, Nomis есть, который у нас там проверяет, нас влайеризирует. То есть, ну, как бы, нет вроде как будто единой базы. То есть, а что вот если я сделал Galaxy паспорт, а Gitcoin у меня нет? Или наоборот? Ну, вот не знаю. То есть, как бы, вот тут я считаю, что это лишняя трата времени, потому что пока за это не блеют. Может быть, это будет каким-то небольшим мультипликатором, не более того. Ну, а если вспомните, вот Линею, да, они говорят, у нас будет все, проверка на человека. Ну, просто, я не знаю, как дословно на русский перевести. Ну, то есть, дословно прямо, да, не литературно, там была написана. Проверка на человека, и все начали отвечать. Все, будет KYC, будет Gitcoin паспорт, будет Galaxy паспорт. Они сказали, да, Galaxy, Gitcoin, или можете получить PIN на гильдии. PIN на гильдии получается вообще за секунду, там вообще не надо ничего проходить. Понимаете? То есть, ну, все равно проекты ищут вот эти вот варианты, чтобы не брить по вот этим KYC, потому что нету единого нормального, нормальной системы для KYC. И пока ее не будет, я считаю, что здесь можно немножко скипнуть. Если есть возможность, да, на основные аккаунты, там, сделайте, там, на себя, там, на жену, на тещу, я не знаю, на кого еще, на родственников, сделайте, конечно, Galaxy и Gitcoin паспорта, но вот заморачиваться прямо на все аккаунты, ну, я бы, наверное, не стал. И третий раздел, да, скажем так, заключительный – это у нас метрики. То есть, почему я вообще включил в список ошибок? Потому что неправильно расставление приоритетов в метриках – это, ну, тоже одна из очень грубых-грубых ошибок. То есть, вы потратите кучу денег, кучу сил, а результата у вас не будет. И здесь я хотел бы вот объяснить очень важный фундаментальный момент. У вас есть основные метрики – это количество дней, недели, месяцев взаимодействия, объем, который вы прогнали через, там, блокчейн и так далее, количество транзакций. Все. Вот это вот три основные характеристики. Все остальное – это уже допы к ним. То есть, вот те ролики, которые я вам показываю каждую пятницу, где я говорю, вот это можно, вот это, вот это, вот это. Смотрите внимательно, не надо делать все подряд. Нет. Самое главное – накрутите объем, чтобы у вас там хотя бы там, если это L2, да, там какой-то блокчейн, чтобы у вас хотя бы 10 тысяч долларов прошло по этому кошельку, то есть в билете тысячу долларов, и крутите, 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 крутите ее, пока у вас не будет 10 тысяч долларов. Там можно это в лендинг класть, доставать, чтобы не было проскальзывания. Можно оборачивать эфир, а потом разворачивать его опять, и не будет проскальзывания. Не знаю, кстати, как к этому будут относиться протоколы, но тем не менее, да. Вот. И вот эти вот, вот это вот основа, вы должны сначала сделать вот это вот, а потом уже всякие NFT-шки, активности, там, OAT-ы, XP, все это только потом, когда вы сделаете вот эти три основные вещи. Другой вопрос, что, допустим, вот вам нужно сделать там 100 транзакций, ну вот вы решили, что будет правильно сделать 100 транзакций, и вдруг вы смотрите, ага, там, в пятницу смотрите мое, допустим, видео, ну или не мое, просто где-то вы видели информацию, что. Вот на layer 3 есть такая-то активность, нужно сделать такое, 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 получите еще XP. О, блин, так что вам просто так делать какие-то активности, да, какие-то транзакции, если вы тут поактивничаете, плюс это еще и удобно там через layer 3, да, вы наткнули, он сразу вас на сайт перебросил, плюс вы получите XP на layer 3, и у вас еще плюс будет разнообразие, потому что вы когда, если делаете сами, да, то есть не софтом, то вы, как правило, по одним и тем же протоколам ходите, ну уже привычка просто, он уже в закладках и все, а тут вы будете попадать на новые протоколы, новые взаимодействия, кстати, да, одним из важных еще тоже критериев, это количество взаимодействий с контрактами и протоколами, то есть если вы гоняете только эфир, ну это не очень хорошо, попытайтесь поменять его хотя бы там на USDC, USDT, там DAI, я не знаю, еще на что-то, и попытайтесь с разными протоколами повзаимодействовать, вот, то есть это, ну на самом деле, очень и очень важно, чтобы у вас был такой профиль, как у реального пользователя, у реального человека, хотя на самом деле, не знаю, какие там реальные люди сейчас пользуются тестовыми блокчейнами, это если про блокчейн, если мы говорим про какие-то DeFi протоколы, то есть тоже вот смотрите, да, то есть метрики, они зависят от того, что это за протокол, если это DeFi протокол, скорее всего раздадут за предоставление ликвидности, если это layer 2 решение, значит раздадут за количество транзакций, за объем транзакций, за количество дней, недель, месяцев, если это, допустим, NFT, marketplace какой-то, значит раздадут за торговлю NFT, да, там за создание NFT, продажа, покупка и так далее, то есть, ну смотрите, что это за протокол, и очень важно определить и понять, для чего этот протокол нужен, если это у нас DeFi какая-нибудь свапалка, то просто так за обмены, блин, ну никто вам сильно ничего не раздаст, потому что у него смысл другой, ему ликвидность нужна, а в L2 это другая история, надеюсь, мое краткое вот это видео помогло вам немножко разложить по, ну вся в голове, как бы по полочкам те знания, которыми я с вами поделился, не претендую на полную истинность, надеюсь, видео вам понравилось, если это так, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а я продолжу делать новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok